Всем привет на этом канале. Сегодня будем смазывать редуктор мото-косы. Таких видео на ютубе вагон и тележка. Но мне интересно, как это все дело устроено. Поэтому сегодня будем не просто смазывать, а еще разбирать эту лабуду. Посмотрим, что с ней случилось. Отпахала коса 20 мото-часов. Будем мазать редуктор. Редуктор шелестит, как слышите. Гыр-гыр-гыр. А когда работаешь с косой на холостом выбеге, шелестит так, что уши закладывается. Так, для того, чтобы смазать, инструкция пишет, выкрутить этот болтик и туда напожевать смазки. Целых 15 грамм. Смазывать через 25 мото-часов. Но это они очень оптимистически написали. Сильно большие оптимисты. Этот редуктор шелестит уже через 10-15 мото-часов. 25 это для него сильно-сильно много, а инструкция сильно-сильно оптимистическая. Так, разберем, посмотрим, что там делается. С этой стороны вроде без приключений. С этой стороны приключения есть, потому что видно, что стопорное кольцо трет об манжет подшипника. Не критический, но вроде как быть не должно так. Так, хорошо, разбираем эту фигню. Разбарахолил я эту штуку. Так, внутри почти ничего нету. Маленькая шестеренка. Подшипники нормальные. Большая шестеренка. С подшипниками проблема. Этот подшипник крутится неплавно, где-то вроде как закусывает. Вроде шарики квадратные. Этот подшипник большой шатается. Ой, да тут с подшипником большим совсем катастрофа. Подшипники закрыты с обоих сторон. В общем, не смажете вы их шприцом, так как написано в инструкции, как показывают на ютубе. Без разборки подшипники не смазываются. На самом редукторе смазки фиг да нифига. Это заводская еще смазка, ни разу редуктор не смазывался. Коса отработала 20 часов. Вывод какой? 20 часов это сильно много. Надо смазывать через 10-15 шприцом. А после каждых 25-30 часов надо редуктор полностью разбирать. Смотреть подшипники. В данном случае надо 2 штуки менять. А у меня их нету, конечно. Будем собирать на старых, но надо купить новые. Посмотреть какие это подшипники. И редуктор для смазки надо обязательно разбирать. Потому что иначе нифига толком не будет. То есть косе хватило 20 часов для того, чтобы умерли 2 подшипника. Такие вот дела. Ну, сейчас мы все это перетрем. Да, и кстати, когда сюда запряжываете шприцом смазку новую, то старая смазка никуда не девается. Старая смазка перекламучивается с новой. И толку от новой смазки тоже мало. Поэтому все равно редуктор лучше разбирать. Его тут разбирать несложно. И много времени не занимает. А новую смазку надо закладывать тогда, когда старая смазка удалена. Потому что ложить новое на старое не дело. Так, вытираем и смотрим, что там. На маленькой шестеренке стоят подшипники 6000 RS. С обоих сторон закрытые. На большой шестерне с этой стороны стоит тоже такой же подшипник 6000 RS. А с этой стороны 6002 RS. И вот этот 6002 пошел лесом. Ну, я его поставлю, потому что на замену ничего нет. Вообще, по-хорошему, через следующих 25 часов его надо уже заменить. На этот подшипник приходит вся нагрузка, потому что тут рабочий орган. На рабочем органе всегда дисбаланс. И этот подшипник, соответственно, разбивает. Слабенький тут подшипник стоит. Немножко. Ну, как видно, глазки ему вылезли. В общем, этот подшипничек надо менять. Так, подшипники никакие не шумят. Сейчас их откроем, посмотрим, какая там смазка в подшипниках. В этих подшипниках с завода должна быть заложена смазка на весь срок службы. Посмотрим, что они там заложили. Как я и предполагал, в большом подшипнике большое красное знамя, а не смазка. А в маленьком подшипнике вообще катастрофа. Вообще смазки никакой. Если там что-то и было, то мизерь какой-то. Сухой подшипник, ничего нет. И как этот редуктор должен долго работать без смазки. В большом подшипнике хоть что-то было. Но явно не столько, чтобы на весь срок службы. Вы говорите смазать по инструкции. Когда будете мазать по инструкции, смажете только эти шестерни. Подшипники мазаться не будут, потому что на них кольца стоят. И чтобы они мазались, кольца надо удалить. Только тогда они начнут мазаться. Соответственно, вывод какой. Если мазать шприцом по инструкции, через дюрочку в корпусе, подшипники вообще не мажутся. Ну а шестерни мажутся. Но дело в том, что шестерни как раз таки и смазывать надо меньше всего. Потому что тут принцип такой, как и на болгарке. На болгарке от 10 до 15 тысяч оборотов. На косе от 8 до 12. И как вы все знаете, на болгарке эти редукторы без всяких смазок ходят долго-долго. Поэтому на мотокосе этот редуктор даже без смазки будет ходить тоже долго-долго. И как раз таки на мотокосе этот редуктор в смазке не очень-то сильно и нуждается. А вот подшипники нуждаются. Потому что такие обороты для подшипников это немало. Надо смазывать. А они тут не смазываются. В общем, конструкция то, что называется ниппель. Конструкция ниппель отрыви и выкинь. Чтобы эти подшипники мазались через тавотницу, как в инструкции, через болтик шприцом. Надо у них удалить эти кольца. Защитные, которые не будут пропускать смазку к шарикам. Поэтому, чтобы подшипники смазывались через то отверстие технологическое шприцом. Как многие на ютубе показывают. Вот это кольцо я удаляю с одного подшипника. Там, где маленькая шестеренка, с другой стороны кольцо удаляю. А на втором подшипнике удаляю только одно кольцо. Одно оставляю. Потому что он будет стоять так. И этот конец будет выходить в трубку косилки. Там, в принципе, грязи в трубке не должно быть. Но, тем не менее, оставим его. Потому что, по своей сути, кольцо это пыльник. Так. В общем, на этих двух подшипниках, где маленькая шестеренка, шестеренка удаляем три уплотнения. То есть, три защитных кольца. Тут, где большая шестеренка, с подшипника, с большого, удаляем только внутреннее кольцо. Потому что с этой стороны травка у нас. То есть, у нас рабочий орган. Тут пыли, грязи много. А с этой стороны пыли, грязи нет. Поэтому это кольцо тоже убираем при смазке. Тогда смазка будет попадать на шарики. Вот таким вот нахальным образом. У маленького подшипника убираем вот это кольцо с этой стороны. Можно и с этой убрать. Ничего страшного. В том корпусе стоит. Но я его оставляю и только внутренне не убираю. Потому что смазка будет идти отсюда. Потому что этим торцом этот подшипник упирается вот сюда. С этой стороны смазки нет. Тут, конечно, можно сделать товотницу. Будет вообще прекрасно. Но с завода товотницы нет. Смазываем подшипники. Забиваем смазку в них. И собираем все назад. Смазываем все культурненько. И собираемся в обратную сторону. И вот таким образом с этой стороны подшипник у нас получился закрытый. С этой стороны защитное кольцо. Все лишнее кольца повыбрасывали. Редуктор крутится без заеданий. Все хорошо. Ну и в заключении какие мои выводы по этому редуктору. Значит, если вы будете смазывать так, как написано в инструкции, как показывает на ютубе, то в принципе редуктор ваш долго не проживет. Тут, в принципе, на него нет такой большой нагрузки, чтобы он долго не жил. Но, тем не менее, подшипником, в общем-то, как видите, приходит капец. Редуктор с завода, именно этот может быть у кого-то по-другому, но именно этот был с сухими подшипниками. То есть, его нового надо брать. Привезли из магазина, распаковали. Сразу редуктор разбираете и смазываете. Иначе подшипники ваши долго не проживут. Смазать тем способом, которым показывает на ютубе, подшипники невозможно. То есть, в любом случае надо редуктор разбирать. Я вот свой редуктор доработал. Теперь он будет смазываться так, как показывает на ютубе. То есть, шприцом. Но для этого надо удалить те самые колечки защитные на подшипниках. Сами шестерни редуктора достаточно смазать еле-еле. Потому что там на ютубе я посмотрел, показывает смазывать шрусом, тот говорит литолом, тот говорит вообще графитной смазкой. Кто во что гораст, кто там олибденовый. Но дело в том, что на этой косе, на этом редукторе большие обороты. То есть, обороты до 10 тысяч. При таких оборотах возникает очень большая оцентровая сила. И эта оцентровая сила, вашу смазку, будет с этих шестерень просто стягивать и разбрасывать на корпус редуктора. То есть, на самих шестернях будет оставаться смазка мизер. Она вся слетит. Ровно то, что происходит в болгарках. Если вы когда-то смазывали редуктор болгарки, то вы видели, что вся смазка шестерень, вся на корпусе редуктора. На самих шестернях смазки практически в болгарке нет. Такая конструкция редуктора, ничего не сделайте. Ну и соответственно, смазку надо выбирать не туго плавкой и даже не средне плавкой. И надо смазку выбирать такую, чтобы она плавилась при низких температурах. Такие вот дела. Так что выбирайте смазку правильно, правильно смазывайте. Я свой редуктор доработал. Считаю, что это правильно. на видео вам все показал но теперь жду ваших комментариев по этому поводу как вы считаете правильно сделал неправильно но я думаю что он будет работать лучше потому что будет лучше смазываться и смазывать его надо почаще конечно